الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين уважаемые братья السلام عليكم ورحمة الله وبركاته да примет الله تعالى наш сегодняшний majlis на самом деле это благодатный, баракатный majlis где объединились, где собрались столько братьев мы знаем, الله تعالى в Коране призывает говорит он поистине уверовавшиеся Вишнева Аллаха они являются братьями и вы примеряйте братьев примеряйте между друг другом то есть даже если среди братьев получилось такое скажем убийство даже в таком положении вы их примеряйте вы не давайте им разделяться разобщаться не давайте, примеряйте вот так Аллах призывает и говорит что поистине уверовавшиеся Вишнева Аллаха они являются братьями даже если такое трудное случится если все равно говорит не дайте им ссориться разделяться не давайте вот так Аллах призывает чтобы мы сохранили братство Пророк салаллаху алейху асаляма всегда призывал чтобы мы сохранили вот это братство наши шейхи, аалими, ученые и по всей день призывали и призывают чтобы мы сохранили это братство Рамазан нам сказал где упоминается о хороших людях туда, говорит, посылается и рахмат милость Аллаха вы представьте себе вот это то, что мы говорим сохранят братство те люди, которые у нас были да, альхамдулля, они и сегодня тоже есть наши шейхи их барракат, их милость милость Аллаха посредством них, которые Аллах нам дает по всей день еще не прекратился то, что мы сегодня здесь собрались это барракат тех шейху алиму которые отдали свою жизнь но барракат оставили по причине этих людей мы сегодня собрались альхамдулля, они у нас есть и сегодня тоже конечно, нам нужно относиться с уважением делать всегда шукру, благодарить Всевышнего Аллаха за этот ниомат нам нужно любить и ценить этот ниомат Всевышнего Аллаха и конечно же, уважаемые братья относительно этого нам и примеры асхаби рилануллахи таалу алейхим оставили и ученые оставили мы рассказывая вот здесь собрались чуть-чуть расскажу асхаби афанди кудеса сирруху один из близких людей его рассказывает он говорит всегда когда мы знаем когда к нему на Зиарат мы ходили какао пили даже и он одно время бывало когда он и кофе и молоко и сахар вот так сам смешивал пыл но в последнее время он начал вот эти пакетики три в одном у нас бывает какой-то пакетик какао который внутри вот эти пакетики пить он начал и потом когда у него спросили как у дьяв какой хикмат вы раньше пили вот таком образе да вот сам молоко добавлял сами говорит там кофе все ставили сахар ставили а почему говорит сегодня вот эти пакетики выпьете и он сказал о сын мой у нас разве есть время сейчас вот это все добавлят разбавлят там мешат и так далее на это все у нас время что ли есть вот так они свое время полностью целиком и полностью отдавали чтобы нам с вами была польза чтобы мы с вами жили в единстве братстве в мире не жалели они в свое время уважаемые братья и конечно же вот расскажу пускай будет для бараката и нам примером послужит пример из жизни сподвижников риланулах это Абдуллах бен Аббас и Зайдубна Сабит Абдуллах бен Аббас он великий сподвижник пророка салаллаху алейхи ва саляма великий ученый также является сыном Аббаса сыном Абдул-Муталиба двоюродным братом пророка Мухаммада салаллаху алейхи ва саляма он же является основателем мекканской школы толкования Корана Зайдубна Сабит он является ансаром человек который принял пророка салаллаху алейхи ва саляма в Медине человек который всей своей жизни находился рядом пророком салаллаху алейхи ва саляма на нашем языке если мы скажем являлся личным секретарем пророка салаллаху алейхи ва салям писец священных аятов Корана и после того как пророк салаллаху алейхи ва саляма покинул этот мир он был включен комиссию для составления текстовой формы формы Корана такие великие люди что у них как они показали нам как нужно проявлять уважение и любовь однажды зайдубный сабит когда он собирался путь сафар и когда он собирался на свое верховое животное Абдуллах бен Аббас он держит уздечку и поводя лошади зайдубного сабита чтобы он туда поднялся ему помогает то есть стремяне ноги ставят лошади это поводя его лошади он держит ему помогает чтобы он поднялся и зайдубный сабит ему говорит о двоюродный брат пророка вам не нужно это делать то есть вы великие люди большие люди вам это все делать не нужно и Абдулла бен Аббас говорит так было нам велено поступать относительно ученых после того как он эти слова сказал зайдубный сабит говорит Абдулла протяни ко мне руку покажи мне свою руку он протягивает к нему руку Абдулла зайдубный сабит берет эту руку и целует его целует руку Абдулла бен Аббас и говорит он так было нам велено относиться к родню пророка салаллаху алейхи вассалям уважаемые братья здесь что мы видим как они ценили друг друга как они уважали друг друга как они проявляли любовь друг к другу и наша с вами обязанностью является вот таким же образом относиться друг к другу особенно нашим алимам ученым и если мы вот таким образом объединимся сохраним вот это уважение Аллах возвеличит нас ведь книги Хасан Афан Годи Сасыров говорится человек который вознесся на какой-то великий степень он вознесся только благодаря соблюдению адаба уважения а человек который унизился он унизился почему потому что оставил адаб оставив уважение адаб мы Аллах нас унизить да убережет Аллах нас от этого мы сегодня приходим сюда посещаем делаем зиараты с надеждой получить баракат надеждой получить благодать от наших великих наставников ученых алимов наставников от ариката да не лишит Аллах их бараката но конечно придя сюда тоже мы обязаны сохранить вот этот адаб уважение и алхамду лилах этот благодать эта милость Аллаха по всей день сохранилась в Дагестане они у нас есть и конечно же к ним относиться с адабом это следовать тому призыву которому они нас с вами призывают следовать им дай Аллах нам тахфет мне первую очередь и вам всем уважаемые братья мы знаем следуя истинным правильным алимам ученым мы сохраним наше единство вокруг религии Аллаха ведь Аллах нас в Коране призывает говорит бисмиллахи рахмани рахим вы держитесь за верб священного Аллаха и не разделяйтесь то есть держитесь за религию Аллаха держитесь объединяйтесь вокруг религии Аллаха и не разделяйтесь говорит священный Аллах сегодня называя себя алимами некоторых людей их прямо можно называть улама плохие алими которые объединяют вокруг себя много людей у которых нету знания этим самым ведут их погибель не было такой цели пророка и нельзя их называть наследниками пророков эти люди выбрали другой путь иблиса шайтана и стараются довести цель шайтана до конца но целью пророка была объединить свою ум в раю собрать их всех в раю и если мы последуем за правильными учеными алимами объединимся вокруг них инша аллах они являются варасат аланбия и теми людьми которые являются наследниками людьми которые разделяют общине пророка с джамаатом своим наследство пророка а что оставил пророк после себя оставил нам знания свою религию и эти люди ученые наши имами почему наши имами где говорится толкование тавсирах дается понимать эти те люди которые назначены над вами старшими чтобы наставить вас на правильный путь на истинный путь и на сегодняшний день эти люди уважаемые братья наши имамы имамы они ответственные за свои жамаати они обязаны раздавать наследство пророка саллаху алейхи ассалям если мы следующим образом то есть как подобает если мы проявим уважение поддержим этих людей соберемся вокруг них мы объединимся и сохраним единство это была цель наших шейхов алимов это была цель предыдущих наших наибов имамов как имама шамиля и других это была цель спотвижников ревану алейхи это была цель пророка саллаху алейхи если последовав этой целью мы сохраним единство и братство уважаемые братья иншааллах Аллах сохранит нас в единстве в раю дай Аллах нам тавфик вместе с нашими алимами учеными нашими наставниками шейхами чтобы Аллах объединил нас собрал нас вместе с пророком саллаху алейхи вассалям да примет Аллах наш сегодняшний зерат наш маджилиз и сделает его баракат всей уме пророка саллаху алейхи вассалям ассаляму алейкум арахматуллах и баракату саллаху